Сегодня во многих американских штатах последний день подачи документов для регистрации в качестве избирателей. Граждане США имеют право принимать участие в голосовании на выборах только при условии предварительной регистрации. Такое правило действует в 49 американских штатах. Регистрация не требуется только в Северной Дакоте. Всеобщие выборы, или как здесь их называют промежуточные выборы, пройдут, напомню, 6 ноября. И, как сообщает сайт vote.org, за последние сутки число американцев, которые зарегистрировались для голосования, подскочило аж на 65 тысяч человек. Это при том, что за весь сентябрь зарегистрировались 190 тысяч человек, а в августе чуть менее 57 тысяч. То есть за весь август меньше, чем за последние сутки. CNN связывает этот скачок с неожиданным политическим заявлением поп-звезды Тейлор Свифт, которая впервые открыто поддержала демократов и призвала своих поклонников принять участие в голосовании, внимательно изучив предвыборную программу кандидатов. О грядущих выборах и процедуре регистрации голосования поговорим с Феликсом Кижнером, кандидатом в депутаты городского округа Сани-Айлс-Бич, это штат Флорида. Феликс, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Да, добрый день. Добрый день. Я признателен, что вы нашли время пообщаться с нами в прямом эфире. Но прежде всего, скажите, известно ли вам что-нибудь о вот этом всплеске интереса избирателей к голосованию? Действительно ли избиратели массово пошли регистрироваться для участия в голосовании? Обязательно. Обязательно. Вы правы. На сегодняшний день, что случилось, после Кевина люди поняли, что важно голосовать. Потому что не только решает все президент, но и Конгресс, Сенат особенно, и нижняя палата, и верхняя палата. Поэтому всплеск есть. Плюс, если будем так говорить, вот эти все новости, которые происходят, они заряжают. Люди понимают, что те, кто за Трампа, они должны удержать сейчас Конгресс или будет импичмент потенциально. То есть, получается, что, с одной стороны, демократы срочно идут голосовать для того, чтобы продвинуть свою повестку, а республиканцы идут срочно регистрироваться и голосовать для того, чтобы не допустить перевеса в сторону демократов в ходе промежуточных выборов. Совершенно верно. Хотя, исторически, мы знаем, что промежуточные выборы обычно оппозиция выигрывает в большинство времени. Но вот, я говорю, последняя процедура. У демократов должна была быть большая голубая волна и синяя палата. Но она уменьшается потихонечку. Я думаю, это связано, что многие люди поняли, что американская политика стала чересчур грязной. Все уже устали от этой грязи. Поэтому многие идут и решили, что я должен голосовать, и я должен голосовать за тех, кто не будут друг друга поливать грязь. То есть, вам кажется, что это произошло именно из-за вот этого бесконечного марафона с утверждением и слушаниями по утверждению господина Кавану, а вовсе не с призывом Тейлор Свифт, в чем, уверена телекомпания CNN, например, что именно призыв поп-звезды вынудил, не вынудил, а убедил большое количество людей пойти регистрироваться. Вы знаете, брали интервью студентов в Калифорнии, UCLA, по-моему, и спрашивали, ну вы пойдете голосовать? Мы не знаем, как или что. То есть, хотя молодежь, она активная, но в основном голосует более взрослое население. То есть, люди понимают, те, кто, во-первых, вы все должны, сегодня последний день регистрации, кто не зарегистрировался еще, должен пойти в City Hall обязательно, или может выйти онлайн и зарегистрироваться. Потому что, если вы сегодня не зарегистрируетесь в штате Фольда, вы не можете участвовать в этом голосовании. И вы не сможете решать свои местные налоги, ни права ваши. То есть, то, что происходит на федеральном уровне, это всем ясно и все знают, но то, что будет происходить с вами, с вашими налогами на местном уровне, у вас должен быть голос это делать. Пожалуйста, регистрируйте. Это очень правильный призыв, с которым я, например, будучи гражданином Российской Федерации, а не Соединенных Штатов, никаким образом не могу поспорить, поскольку это призыв идти и самим определять свою судьбу, вне зависимости от тех политических предпочтений, которые у вас имеете, вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата вы будете голосовать. Скажите, Феликс, а насколько вам правильной, что ли, представляется процедура, когда голосование во всех штатах, за исключением Северной Дакоты, возможно только в случае предварительной регистрации? А если нет регистрации, то, что называется, кто не успел, тот опоздал? Вы знаете, очень много было случаев фальшивых регистраций. То есть и раньше была такая вещь, как называется регистрационный брокер, который регистрировали людей, а сейчас этого нет, потому что было очень много фальшивых разных бюллетеней, которые выдавались, и за людей уже их заполняли. Поэтому стараются так-то сконтролировать этот процесс, поэтому обязательная регистрация. Кроме того, регистрация, если, например, вы заранее голосуете по почте, если вас нет на месте, и вы последний раз зарегистрировались 20 лет назад, то ваша подпись может поменяться. Поэтому ваш бюллетень могут не принять заранее те, кто голосует по почте, или заранее, или абсентивы, из которых нет, называют. Могут не принять из-за вашей подпись, а подпись с возраста меняется. Поэтому вы должны выйти на сайт, вы можете проверить, зарегистрированы ли, в какой пункте. Если вы поменяли место жительства, вам надо заново регистрировать. Мы с вами говорили, Феликс, около недели назад в эфире RTVI о том, что это ваш первый опыт предвыборной кампании, и о том, какой неожиданностью для вас оказалась ожесточенность, с которой эта кампания идет. За вот эти последние дни, которые все больше и больше приближают нас к 6 ноября, сделали ли вы какие-то новые выводы именно о том процессе, который сейчас переживает вся страна? Да, я мог идти негативно, как мои оппоненты, но я решил, что Америки надоели, людям надоела грязь, которую друг на друга кандидаты выливают. Я хочу быть позитивным кандидатом, я хочу говорить то, что я могу сделать для города, но, к сожалению, если не могут на тебя что-то накопать, начинают придумывать истории, придираться к всему, чему можно, и от этого уже раскручивать, спинка говорить делать, и вранье делать, и суды делать. Поэтому готовьтесь, если вы хотите избираться в Америке, вас будут кидать грязью, помидорами, тем, чем угодно, а вы должны стоять и терпеть. Ну, я думаю, что Америка все-таки в этом смысле вовсе не исключение. Это общая ситуация в тех странах, где идет реальная политическая борьба и конкуренция. Но в Америке нужны деньги. То есть, чем больше город, тем больше, как говорится, став. Поэтому, если вы будете идти на должность богатого города, как Санни-Айлс-Бич, надо иметь горючее. Без этого далеко не уедешь. Что ж, я вас понял. Спасибо, Феликс Кижнер, кандидат в депутаты городского округа Санни-Айлс-Бич в штате Флорида, на прямой связи с Нью-Йоркской студией RTVI. Спасибо. Спасибо.